Здравствуйте в любое время суток, с вами Утбой, который возвращается к одному из своих довишних проектов. 10 достойных. В тот раз я освещал 10 достойных мультсериалов, они были на любой вкус, в том числе и, как оказалось потом, набравшие достаточно большую популярность Gravity Falls. Теперь я решил все-таки обратить свой взор и на полнометражки. Естественно, это надо было сделать еще раньше, но как-то, как говорится, руки не доходили, не было времени, я делал обзоры на другие мультсериалы. В общем, было немножко не до того. Тем не менее, я решил все-таки попытаться возродить эту мини-серию. Не знаю, что зато получится, естественно, каждый день я не смогу выпускать свежие обзоры, у меня хватает других забот, в том числе со сборником. Как бы то ни было, все-таки постараемся поговорить о 10 достойных полнометражках, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Это ни в коем случае не мой личный топ-10 лучших за все времена, это именно те работы, на которые я бы так или иначе хотел обратить внимание, которые, может быть, не так хорошо известны широкой аудитории, которые все-таки стоит добавить в список желательного к просмотру. Но начну я, как ни странно, по сути, с 11 позиции, я немножко решил схитрить. Почетное упоминание, которое все-таки стоит сделать, без него, ну, как-то трудно. Мультфильм под названием «Король и птица». Первоначально я не хотел включать в список мультфильмы, рассчитанный на более взрослую аудиторию. Мультфильмы, в том числе, и на некоторые определенные границы между рассчитанным на, скажем так, аудиторию ценителей, на аудиторию достаточно серьезную, и в то же время на аудиторию, которая действительно еще не достигла своего совершеннолетия. «Король и птица», пожалуй, из числа именно таких работ. Мультфильм, как говорится, достаточно сложная история, и я постараюсь немножечко ее даже вам представить. Это первый французский полнометражный мультфильм режиссера Поля Гримо. Работы над картиной стартовали еще в 1948 году, то есть уже достаточно вскоре после окончания Второй мировой войны. Премьера же состоялась в 1952-м, однако слегка безведомо, собственно говоря, самого Поля. Дело в том, что незаконченную версию по большому счету просто выкинули в кинотеатры, она представляла собой достаточно сокращенный вариант того, что изначально планировалось. В общем, в результате режиссер остался очень недоволен результатом, и в последующие годы всячески бился за восстановление своих прав на возможность как-то возродить этот проект в том именно прочтении, какое он бы хотел нам предложить. Позднее, в 1967 году это ему действительно удалось, он получил права на дальнейшие работы и прокат картины, и в 1977 он нашел дополнительное софинансирование, чтобы наконец-то закончить работу. Обновленная версия вышла в 1980-м. Потом была существенно изменена концовка, в результате что-то было взято из старой картины, было добавлено множество новых сцен, которые кое-где даже отличаются по анимациям, увы, ах. Также был полностью изменен дубляж, потому что, ну, скажем так, и актеры поменялись, и сюжет поменялся, и несколько проблематично было их находить для переозвучения спустя, извините, почти 30 лет. Как бы то ни было, картина вышла повторно в прокат, и буквально вот недавно, в начале десятых, две тысячи десятых, наконец-то состоялся релиз на DVD и Blu-ray, более широкая аудитория, наконец-то получила доступ к этой, по сути, классике кинематографа, о которой, как ни странно, достаточно мало кто знает. Мультфильм представляет собой достаточно заметно измененную версию сказки Ганса Христиана Андерсона о пастушке и трубочисте. Ну, остались от нее здесь, по большому счету, только два персонажа, собственно, пастушке и трубочист. Все остальное гораздо больше смахивает, например, на трех толстяков от Юрия Олеши, такую настоящую советскую сказочную историю, где низы подстают против господства верхов, сбрасывают их революция, ура-вра и все остальное прочее. Может быть, не самый модный по нынешним временам сюжет, но тем не менее. Я не знаю, был ли Поль Гремо коммунистом или что-то в таком духе, но подобное прочтение, конечно же, присутствует, ну, в том числе, естественно, благодаря сюжету. Местная сказочная вселенная существует под господством короля Чарльза, с непроизносимым совершенно номером, он там хитро высчитывается. У короля множество различных хобби, обитает он в прекрасном дворце, немного напоминающий Диснеевский, это довольно странная ассоциация лично у меня. Я думаю, что автор ее не закладывал. Как бы то ни было, король, да, действительно, самый настоящий тиран, народ обитает в подвалах, катакомбах этого самого дворца, не видит света земного, не видит птиц, не видит ничего хорошего, по сути. Одно из хобби короля это стрельба как раз таки по птичкам, и именно таким образом один из героев, птица, мистер птица, лишается своей жены. Мы видим уже его в горе, на печальной могиле его сужены. Он решает нести такой своеобразный визит вежливости, если угодно, к королю, но так как король по понятным причинам до него так просто не добраться, все это ограничивается оскорблениями, руганью и, естественно, улетанием куда подальше. Кроме этого, у короля есть еще одно тайное местечко, которое любит вещать и любоваться там картиной с пастушкой. Довольно странно быть влюбленным в портрет, но именно такова местная ситуация. В полночь картина оживает, и пастушка жалуется трубочисту, который висит рядом с ней, на то, что она не хочет быть невестой этого противного косоглазого короля, к тому же, да, на этом заостряется даже определенное внимание. Они решают сбежать, и, в общем-то, это им удается. Однако дальше начинается действительно, как вы уже могли догадаться по этому внезапному сюжетному повороту, такая мистическая полусказка-полубыль, потому что оживает и один из портретов короля, избавляется от оригинала косоглазого, портрет внезапно не косоглаз, и дальше действительно он, несколько как бы переняв эту идею, эту одержимость пастушкой, пытается найти ее и взять себе в жены. Такая вот у нас дальнейшая вся история. Это большая часть картины, потому что пастушка-трубочист пытаются как-то сбежать из этого дворца, а местная такая полиция, местные сыскатели пытаются их схватить и привезти подведнец к королю. Одного. Да, пастушку, не трубочист. Я не буду, наверное, так уж прям раскрывать концовку, но они действительно можно догадаться, потому что следует такой достаточно своеобразный хэппи-энд, потому что какой ценой в результате удается добыть свободу, не все так в этом плане может быть, на мой взгляд, однозначно. Концовка во многом получается даже отчасти открытой, во многом даже отчасти философской, но все-таки достаточно позитивный, потому что, да, герой обретает свободу, герой находит настоящую любовь в лице друг друга, а король, его копия из портрета постромлена, ну и так далее. В общем-то, в плане сюжета особых изысков здесь не наблюдается, как вы, наверное, уже поняли, но основная соль и не в них как раз-таки. Картинка. Дело в том, что мультфильм выглядит просто потрясающе. Рисовалось это все с огромным, конечно же, размахом, с огромной детальностью окружений, и даже, да, с вниманием к проработке персонажей, к их движениям и многим другим подобным вещам. Немножко специфично выглядит, может быть, местами лица того же пастушки и турбочиста, но это то, к чему достаточно быстро привыкаешь, и просто roll with it, как говорится, это не мешает удовольствию от просмотра. Но вот все остальное, все остальное действительно выполнено очень здорово. Скажем тоже, использование вертикального пространства, перемещение с кадров в кадр, многие интересные находки и режиссерские какие-то построения кадра. Так, например, Хайо Миядзаки и Исао Такахата, известные по работам для студии Джибли, указывали как раз-таки в качестве одного из своих таких важных источников для вдохновения именно Короля и Птицу. Тот же замок Калиостро, например, в одной из полнометражек, достаточно сильно аукается как раз-таки к замку Короля. Многие интересные находки, работа с пространством, сама открытость этого пространства. Мне кажется, да, действительно, определенное вдохновение в этой классике мультипликации черпалось. И если мы не говорим о прямом заистовании, то именно, да, о вдохновении можно говорить без всяких скидок. Поэтому работа во многом знаковая, оказавшая влияние на более поздних аниматоров. Ну, а если говорить о конкретно французском, французской мультипликации, французском кинематографе, то да, это тоже достаточно такое знаковое важное событие. Попытка, если не переплюнуть того же самого Диснея, потому что работали два этих автора практически одновременно над своими полнометражками, соответственно, Белоснежка и Король и Птица. Ну, Диснея, да, опередил, опередил. Но, как бы то ни было, это был достаточно интересный, достаточно самобытный, интересный и достаточно, скажем так, оригинальный проект. Также я отмечу достаточно медлительный, может быть, темп событий, который придется по душе наверняка не каждому современному зрителю, чуть более специфичное чувство юмора и достаточно минимальное количество диалогов, если мы не касаемся мистера-птицы, который тут любит поболзать, уж поверьте. Но, действительно, следить за приключениями персонажей достаточно интересно. Все-таки есть некоторое такое ощущение угрозы, которая над ними нависла, и та сила, которая обладает Король, она, да, во многом действительно впечатляет, несмотря на то, что периодически тех же полицейских здесь выставляют в достаточно глупом свете. Также, безусловно, стоит отметить философский и политический где-то даже подтекст, потому что пирамида общества, которая здесь показана, она производит весьма удручающее впечатление. Тирания, монархия, авторитаризм здесь показана крайне непривлекательно. Ну, соответственно, косоглазый глуповатый король, который только может что-то стрелять по птичкам и больше, по большому счету, ни черта не делает, весьма прозрачно намекает на то, как подобное общество, к сожалению, существует. Да, все это несколько сделано раздуто, несколько может быть чрезмерно показано, но эта мультипликация, она может себе позволить подобные чрезмерности. Тем более, посыл здесь достаточно правильный, посыл, опять-таки, немного напоминающий нам о коммунистических, может быть, где-то даже революционных идеях, но посыл, да, стыкующийся с тем, что мы видим как в самой картине, так, может быть, наблюдаем где-то и в окружающей действительности, что поделать. Соответственно, из-за этого мультфильмы сложно несколько назвать действительно комедийным. Здесь не так много прямо ахахах, каких смешных моментов, и, в общем-то, на них здесь и не делается ставка. Опять-таки, вспомните Белоснежку, ведь не так уж много прямо сильно комедийных элементов в ней содержалось. Это сейчас принято, чтобы мультфильм нас развлекал, устраивал нам комедию, всячески веселил и так далее. Чуть меньше задумываться, чуть больше смеяться. Тогда нас все-таки побуждали не только, как говорится, весело проводить время в кинотеатре, но, может быть, действительно уходить с парой мыслишек внутри головы. И именно это мультфильм делает достаточно хорошо. Опять-таки, повторюсь, эта работа крайне знаковая. Пускай даже она не попала в мою такую своеобразную десятку достойных, для современного зрителя она, может быть, будет немножко тяжеловата для переваривания. Может быть, мы немножко уже испортили свой вкус таким своеобразным голливудским и не только фастфудом. Но все-таки, с некоторой ностальгией очень интересно смотреть за этой работой, которая является действительно во многом знаковой и во многом крайне рекомендуемой к просмотру лично мной. Итак, Король и Птица. Почетное упоминание в десятке достойных.